По комментаторам. Да, давай быстренько по составу. И Сларк сделал First Blood на Кунке. ФДЛ, Стэн Кинг на Варлоке, 747 на Сларке, Биса на Рейзере, 04 на Рикемару и MJW на Аксе. Да, команда Infamous, Перуанцы, Стингер, Кунка, Бен Джаз играет на Лайфстилере, К-19 Стэн Кинг, Хатсуны играет у нас на Сайленсере и Котаро Тинкер. Да, вот последний пик Тинкера, интересно, на самом деле, от команды Infamous. Ну, не совсем я, честно говоря, понимаю пик Тинкера, но, в принципе, Тинкер мне как герой нравится. Если парень умеет на нем играть, то я думаю, что, в принципе, все должно получиться. Да, Тинкер такой герой, что за него и в пабликах, в частности, можно там и в соло завозить, но здесь немного другое. Здесь все-таки ты играешь с Тинкером против Рикемару, а особенно на ранних стадиях игры ты очень уязвим, когда ты стоишь в центре и у тебя нет толком эскейпа. Поэтому Тинкер требует иногда либо такого бэйбиситтинга плотного, либо же просто удачного стечения обстоятельств, чтобы к нему не приходил Рикемару. Ну, кстати, Рикемару, смотри, чем занят. Он стоит между Т2 и Т3 Тауэром на миде, пытается как-то захантить Курьера команды Infamous, но теряет время. Теряет время. Я думаю, что Infamous также подозревают об этом моменте и Тинкер не торопится юзать Курьера. Да, и вот они, Рунки, которые появляются прямо сейчас. Руны Envisa на ботме, на топе у нас появляются баунти. Будет ли выход какой-то от Рики в мид, интересно? Ну, должен. Должен он здесь напрягать Тинкера, потому что нельзя Тинкеру стоять на фрифарме в миде, нельзя давать ему стоять на фрифарме в миде, поскольку он может стать огромной проблемой для команды FDL. Ну, и тут, кстати, 747-й, возможно, сейчас будет нападать на Тинкера. А вот он вард от Катара, и все прекрасно видит Катара Хаяма. Он видит то, что 0-4 подошел сюда, причем и Рики должен был тоже видеть то, что поставился с антривард Тинкером. Ну, опять же, не факт, потому что он никак не реагирует, только сейчас он обнаружил, что его видно. Ну, собственно, Тинкер все правильно сделал, аккуратненько отыгрывает в этом моменте и не теряет ни капли ХП. Да, причем с Асларком по крипам идет довольно ровно Катара, видит Рикича, причем вард, вард все-таки успевает съесть 0-4 и даже можно еще и побить Катара. Ну, а здесь противостояние Акса против Лайфстиллера. Ой. Да, Розора убивает тем временем у нас игроки команды Infamous на нижней линии. Ну и, возвращаясь к топу, наверное, стоит сказать, что Лайфстиллеру, конечно, очень-очень сложно против Акса. Непонятно, что ему делать на этой линии. Да, и вот насколько оправданно было ставить Лайфстиллера, ну, оставлять его в легкой или, возможно, хотя тоже вот против Розора куда ты пойдешь, трепло не пойдешь, потому что Розор тебя съест, но... Не, ну как, честно говоря, могли бы. Ну, тут вот дайвит Бенджаза у нас под Тауэром, ничего он не может сделать. Собственно, Акс приговорил его своим топором. Ну, минус 73. Тинкер, тем временем, убивает на миде Рики Моро. Да, вот если так, давать разгоняться Тинкеру на таких халявных фрагах, то можно потом столкнуться с одной очень удручающей и очень назойливой проблемой, скажем так. Вот этот Тинкер, который получит ранний тревелак, который будет летать, сплитфармить и... Да, ловить просто его толком неким у команды FDL. Да, его, конечно, может как-то подцепить Акс, но, опять же, если Тинкер грамотный, он будет просто прятаться по деревьям при помощи Блинкдаггера и поймать его, я не знаю, не представляется возможным для команды FDL. Да, там ступкинг... Очередное нападение на нижней линии. Вчетвером уже убивают Варлока игроки команды Infamous. И вот он Бенжас, который перетянулся именно вниз. Ну и, в принципе, и Сэнд Кинг здесь, и Кунг находятся, Хацун и Мику тоже. Да, 2-4, 2-4 пока что счет, перуанцы повели. Ну и будут фармить этот кейм нейтралов, причем он очень... Ну, вообще, это очень важно, потому что сейчас и суппорты, и... Ну, вот Сэнд Кинг, в частности, да, Сайленсер получат... Кунга получили и экспы, и золото неплохо. Там, тем временем, Тинкер умер, все-таки Сларк убивает... Сларк убивает Тинкера на этой линии. Ну, кстати, это еще, наверное, во многом благодаря Рике Мау, который пришел сюда и поставил Сентри Вард. Который вот до этого разбили Вард Катара, да, и сейчас Сентрик стоит, который Рике поставил у этого. Ну, неплохо. Да, счет 3-4. Довольно равная игра, поначалу. Ну, посмотрим, как она пойдет дальше. Сейчас появится руна, уже шестая минута игры. Ну, собственно, Сайленсер в этом эпизоде должен был погибать. Я не знаю, почему 747... А, у него еще нет шестого левела. Вот в чем проблема. Там Сайленсер с Тинкером могли бы даже побить этого самого Сларка, если бы он сыграл агрессивно. Так что 747-ой отыгрывает правильно в этом моменте. Да, все по-прежнему хорошо у Акса. Обрати внимание, вот MJV имеет топовый крипстат на карте. Тем более, очень сильно оторвался он от Лайфстиллера. Ну, у Розора вот единственное то, что по крипам немного проседает биса. Ну, это уже не первая игра, честно говоря. Которую он подфейливает. Ну, честно говоря, да, довольно сильный персонаж у Infamous на сложной линии. Поэтому в этой игре бису понять можно. Да, вообще вот я, честно говоря, не узнаю. Я на него, я за него даже немножко подтапливал. Большие, ну, когда не комментировал, конечно же, большие надежды возлагал на этого игрока. Потому что, ну, он мне, по крайней мере, по WSG запомнился как хороший игрок, сильный. Но, возможно, опять же, это связано с тем регионом, в котором он тогда играл. Ну да, все опознается в сравнении. То есть, если ты играешь против слабой команды, ты можешь там жарить, играть 20-0. Все у тебя будет круто. Как только ты встречаешься с профессионалами, ну или полупрофессионалами, да, то могут появиться определенные трудности. Да. Не, ну там были тоже хорошие команды, турецкие команды. В частности, вот там Некроман был. Тоже такой игрок небезызвестный, который поиграл во многих европейских миксах. Ну, кстати, в последнее время как-то он подздал. Мы его вообще не видим на профессиональной сцене. Да, возможно, ищет себя. Ну, много игроков ищет себя. Например, вот уже Синг Синг, который и приходил, и опять он уходит. Да, сейчас тут забрали тем временем Рикимару. Да, К-19 у него все довольно неплохо. Мы видим у него Транквилл Тапки, Айрон Талон, Виндлэйс и еще 1400 золота сверху. Да, Броу Страйк в 4 у Синг Кинга. Ну, в принципе, популярная раскачка через два скилла через Каустик в финале. Ибо Роу Страйк не качал ни Синг Шторм, ни Ультимейт, пока что Синг Кинг. Но иногда, когда ты стоишь вот на линии и тебе тяжело, допустим, иногда можно и Синг Шторм качать, но сейчас это не про этого Синг Кинга. Да, ему этот Синг Шторм не понадобится в ближайшее время. MJW заход во Вражеский лес. Видит тут стаки. Собственно, целенаправленно он, по всей видимости, на них бежал. Забирает стаки. Я, говорит, человек простой. Вижу стаки. Блин, ну у него очень много денег, честно говоря. Мы, видимо, у него уже есть Вангвард Транквилл тапки и 1700 золота сверху на 9 минуте. Это очень круто. У него 84 крипа на 9 минуте. Это тоже… Да, нереально хороший показатель. А сколько вот… Там, это я знаю точно, Серега Пират в курсе, сколько крипов за 10 минут в пачке там получается. Всего? Максимум ты можешь убить? Да, да, да. На линии, на линии, да, именно. Ну, около 80. Ну, вот. И у Акса на 9 уже больше 80. Да, да. Ну, если посчитать, то есть, ну, 4 крипа раз в 30 секунд, то есть 8 крипов в минуту, соответственно, 10. Ну, и там 2 катапульты еще, получается, идет. Ну, да. Сильгер убивает… 82 крипа. Да, вот примерно такую цифру, по-моему, ее и называл Пират, когда мы тоже комментировали. 82 крипа, но мы видим, у Акса уже больше за счет и лесных. Также, понятное дело, то, что не пропускать ни одного крипа на линии – это тяжело, но за счет леса можно тоже очень сильно буститься именно по крип-стату, кстати. Да, особенно таким героем, как Акс, который просто выфармливает лес с бешеной скоростью. Да, тут 747-й пытался как-то напасть на Сент-Кинга, но Сент-Кинг сам на него напал. Ну, кстати, смотри, у Сларка тоже довольно много денег. У него уже, там, 2-100 золота, он приближается к своему Аватару, так у нас Сингер в очередной раз погибает на миде. Что ж такое-то, Кунка, братишка, прекращай. MJW. Ну, и вот он подкоп от Сент-Кинга. Сент-Кинг также забирает баунти руну, отжимает у Акса последние. Ну, как последние. Акс у нас не такой уж и бедный, причем Акс купил себе Блинк Даггер. Иван Гвард у него на 10-й минуте, честно говоря, это нереально крутой показатель. Но, правда, сейчас с этим, ой, и у Сларка, Алатар для FDL пока все складывается очень-очень классно. Да, несмотря на то, что где-то недополучает у них Рейзер, у него Нетворс, ну, не то чтобы наравне с Рикки, но намного больше, чем у Рикки Мару. Ну, и Биса решил укрепиться именно по статам, потому что понимает, что отстает от своих тиммейтов, и нужно покупать какие-то дешевые айтемы на статы, возможно, чтобы где-то поддавить, где-то, скажем так, с командой пойти подраться. Ну, драмы в этом помогут. Ну, для Рейзера частое приобретение и драмы, в принципе, и Драгон Лэнс, который, скорее всего, тоже будет Биса делать. Ну, мне так кажется, потому что все-таки слишком крутой айтем. За 1900 золота ты получаешь кучу статов, тут нападение на Лайфстилера. У Банджаза здесь, скорее всего, не отпустят, но хотя, нет, все-таки... Не, да, не хватило дэмэджа, Банджаз отхилился при помощи Инфеста, ну и, собственно, убегает с топ-линии. Ну, и ребята из команды Инфеймус, ответка, нападение на Акса, пошел корабль, также эпицентр, но здесь слишком много магического дэмэджа, но пока что не забрали МДЖВ. На Х-марку его посадили, тут, правда, приходит уже Тинкер и, наконец-то, убивают этого Акса. Да, Акс, конечно, очень-очень жирный, правда, в этом моменте не попал Кунг кораблем, если бы попал, мне кажется, Акс прямо там бы и погиб. Да, нападение на Хатсуны Мику, Хатсуны, ну, это минус. Хороший фраг от Рики плюс Сларка. Ну да, Сларку с Лотаром все-таки очень просто убивать этого Сайленсера, который играет у нас на пятой позиции, айтемов у него толком нет, он просто-напросто фрифраг для игроков команды FDL, в особенности для Сларка и Акса. И еда, такая подкормка. Ну вот, Акс, он, когда его убили, прекратил вот свой бешеный какой-то рост по Нетворсу, сейчас его уже догоняет Сент-Кинг, также Тинкер. Ну вот, если обратить внимание, то уже разрыв идет между Сент-Кингом и Рейзером, да, то есть можно говорить о том, что... Нападение у нас на двух персонажей команды Infamous. Кунг погибает почти моментально, но, правда... Тут еще и Сайленсера зацепили, и это минус, да. Блин, сейчас саппорты, конечно... Саппорты команды Infamous очень жестко подфиживают. Да, и с Големом можно еще и вышку сломать. Вот, видишь, о чем я говорю, пять героев находятся примерно в равных условиях, начиная от Сларка и заканчивая Сент-Кингом. Тут, кстати, нападение на Варлока уже Бен Джаз, начиная от игры Сент-Кинга, Сент-Кинг умер. Ну и Марши спамит Катара, пытается как-то отбиться, полетел корабль. Корабль попадает в Сларка, который находится под Шэдоу Дэнсом, и умирает 747-й. И также подкоп пошел по Рикки Мару, и есть тычка от Кунгки, но Рикки прячется в Триксу Детрейд. Ну, 0-4-го видит, и, понятно, дело здесь никуда. Он не уйдет, это минус 3. Да, в то же время забрал все-таки Варлок Т1 Тауэр на нижней линии при помощи своего голема, но в любом случае размен в пользу Инфеймос. Да, и сейчас тройка из Инфеймос выходит в лидеры по деньгам. Биса все так же фармит, он купил себе Клок, возможно, будет докупать какой-то Худ. Пока что неизвестно, пока что Рейзер себя никак не проявлял толком. Но то, что герой хороший, особенно, в частности, хорош против Лайфстилера, это факт. Да, действительно, Лайфстилеру, хотя ты знаешь, Разор, конечно, может начать высасывать дэмэдж из Лайфстилера, но мне кажется, Лайфстилер также весьма неплох против Разора. Он может подрубить рейдж, и за счет рейджа он никак не страдает от пассивки Разора. Разора очень быстро может его расцарапать. Ну, да, если... Ну, я имею в виду, не замедляется пассивку, собственно, замедляет сам Разора Open Wounds, и очень быстро его убивает. Разора, тем временем, кстати, купил себе Худ оф Дефайнс. Да, против Санкинга, возможно, чтобы как-то жить. Но, мало того, что Лайфстилер, он как-то не замедляется пассивку, так еще и Бисса в единичку пока что взял эту самую пассивку и прокачал на 4 Плазмофилд и Статиклинг. По графикам мы видим в нуле, вели ребята из ФДЛ, там, порядка 3000, но уже их преимущество свелось на нет, и Лайфстилер залазит с Санкинга и идет Кей-19 на поиски. На поиски кого-то из своих противников. Но, скорее всего, здесь он никого не найдет, потому что здесь просто уже леса никто не фармит. А на мид прилетает Санкинг на Варлоке. Расставляет ворды для своей команды. Собственно, К-19 уже заходит в спину, ну и нападение на Разора. Глобал Сайленс, ну, очень много здесь тратят ресурсов для того, чтобы убить этого Разора. Разор пока еще не погибает, Бисса все-таки умер. Лайфстилер делает фраг. Также погибает Сайленсер, топор ему в лицо прямо прилетает. Тут также должен погибать, скорее всего, Тинкер. Да, Санкинг находится под Шадоу Уордом, от Варлока. Его там еще пытался как-то пробить Рикки, но, видимо, просто оставили фраг для Акса. Акс накидывает Баттлхангер, и Санкинг просто умирает от двух травилок. Это Шадоу Уорд и это Баттлхангер. Очень вовремя подоспели игроки команды FDL на помощь своему Разору. Делают они минус 3 в размен на своего кэрри. Они, правда, его не спасли особо, но все равно... Ну, в любом случае, очень хорошая драка для них. И счет становится 1-11-10 в пользу FDL. Да, много вообще по карте делает работы Рикки. Хотелось бы отметить, он заставляет противника покупать сентряки. Мы видим там раз сентряк, два, уже три сентряка стоит на карте. Ну, плюс еще постоянно тратятся ребята на просветки. Ну, вообще на какие-либо деньги по максимуму этот Рикки разводит. Плюс дает очень много информации для своей команды. Хэхатсу на Мико. Кстати, вот смотри, опять инфиз-бомба. Да, ну, правильно делают инфэмус. Нужно сейчас давать максимум спейса для тинкера, в то время как лайфстильдер с энкингом могут как раз-таки наводить шороху. А вот они разревивили смоук, и сейчас ребята из команды FDL должны понимать, но они понимают, в чем дело. Прыгает Акс, но не получается как-то согреть. Грамотно в этом моменте отыграл К-19. Все-таки не стал он наглеть, не стал подкапывать, несмотря на то, что Найкс был внутри него. В любом случае, пропалили они смоуганг от FDL и спокойненько себе уходит. Кстати, у тинкера уже все, в принципе, неплохо. Есть у него Бутсов Тревел, Даггер и еще 1100, кажется, там золото сверху. Да, но пока что у нас приостановили, ну как приостановили агрессию. FDL вот пытались выходить как-то в смоуке, но остановил моментально инициацию Сент Кинг вместе с Лайфстиллером внутри. И ребята из команды Info и Moss, им тоже, наверное, стоило бы подумать над каким-то смоук-выходом. Но там есть Рики, который постоянно находится где-то вот рядом и который постоянно может разрывить этот смоук. И даже если вы убьете этого Рики Мару, это вам, по большому счету, толком ничего не даст, потому что это явно не то, что хотели получить бы перуанцы. Да, действительно. Тем временем мы уже пошли в ход варды против тинкера. Видели мы, как 0-4 поставил у нас вард на хайграунде, на ботом линии. И, кстати, очередной смоуганг. Поиски. Сент Кинг вместе с Тингером выходят. Ну, никого здесь не найдут, потому что все игроки команды FDL находятся на другой части карты. Поэтому можно Эншинтов просто подфармить. Да, Лайфстиллер говорит, это моя остановка. Я, пожалуй, выйду. Собственно, зафармил по-быстренькому Эншинтов. Ну да, нельзя ему все время находиться в Сент Кинге. Все-таки нужно и подфармивать. Хоть один тинкер не справится с такими персонажами, которые есть у FDL. Да, ну а что сами FDL? Они будут выходить на кого-то? Ну, судя по всему, максимум, куда они могут выйти сейчас, на данный момент, где они могут встретиться со своими соперниками, это дефенс вот этой вот вышки Тир-1. Да, на топе, действительно. Я бы на месте Infamous сейчас старался не принимать 5 на 5 драк. Все-таки в этих драках они пока послабее. Нужно набрать айтемы на тинкере, нужно набрать еще немного айтемов на Лайфстиллере. И, конечно, уже после этого, я думаю, они могут довольно успешно подраться. Герои у них для этого подходящие. А тут полетел корабль. Кстати, почти догрыз 747-й Стингера, но Кунг остается в живых. И за счет марша в машин Стингер прогоняет своих оппонентов обратно на свою половину карты. Вот так вот. Да, вырываются у нас вперед два игрока команды Infamous. Тинкер и Лайфстиллер. Хотя совсем недавно еще Сларк и Акс были на первых двух строчках. К-19, очередная инфест-бомба, ганг на топе, биса. Биса, собственно, должен погибать, да. Ну, блин. Тинкера, правда, убивают на нижней линии. Ответный кио от FDL довольно важный для них. Да, хорошо огрызаются ребята из FDL. При этом, опять же, вот то, о чем как раз ты говорил, когда нападает Лайфстиллер вместе с Сенткингом, то тогда Рейзор очень сложно что-то выбирать. Допустим, даже если ты кинешь Статиклинг, то Сенткинг не постесняется заюзать тебя в эпицентр и просто убить через магию, несмотря на твой худ. Да, там дело даже не в этом. Просто не успеет высосать достаточное количество урона Розор, Лайфстиллер слишком быстро его кусает. Очередной килл для FDL. Убивают Кунку. Да, ну и расходятся. Кстати, Тинкера, по-моему, подловили на одном из этих вардов, видишь, вот здесь вот стоит, который, ну, тот, который ты озвучивал. Судя по всему, здесь и подловили товарища Тинкера. Ну, а дальше что? Инфеймоус. Очередной смоуганг от Сенткинга и Лайфстиллера. Блин, К-19 очень радует в этой игре. Постоянно предпринимает какие-то активные действия. Постоянно зовет с собой Лайфстиллера. Ну, собственно, во вражеском лесу находится Сенткинг. Интересно, найдет ли кого-то. Попытается, возможно, сейчас... Ой-ой-ой, Бисса здесь в очередной раз находит, да. И, собственно, К-19 зарабатывает килл на кэри игроке команды FDL. Как же жалко Бису на самом деле. Разор, он и так не самый крутой фармилой. Так еще и вот Эншентов вот этих вот через ультимейт. Он бедный фармит, фармит, фармит. И приходит и забирает его. Причем и Эншентов, судя по всему, тоже у него отобрали. 747-й видит то, что на Иксмарке находится Бенджас. И причем нападает на Кунку, чтобы моментально его смирить. У него это получается. И дальше преследовать ребят из команды. Инфеймоус не стал. Просто развел на Глобал. При этом перед Глобалом успел заюзать ультимейт. Неплохо. И Сильвер Эдж появляется на Сларке. Да, у Рики Мару тем временем уже скоро появится Диффуза. Есть у него 2 Блэйд оф Алакрити. Осталось совсем немножко. Все-таки Диффуз на Рике довольно важный артефакт. При помощи Диффуза можно убивать вражеских персонажей. Ну, все мы знаем, как это работает. Ты юзаешь тучку, сразу же Диффуз. Собственно, враг, замедленный в хлам, не может ничего сделать. Да, Бисер собрал себе пайп на команду. Стал собирать вот чисто такой Аура Мэн, утилити артефакты. Ну и 747-й дальше продолжает пробивать эту вышку. Вот Сларк сейчас становится опасным. О-о-о! И Голем полетел еще. И Торрент там по двоим героям и Голему. Хотя есть ультимейт от Сларка. И разбивается все-таки корабль об 747-го, который находился в ультимейте на Стингера. Продолжает нападение 0-4. Там подкапывают Бису, убивают Бису. Уже минус 2 от команды Инфеймос. Также Варлока пытаются замесить. И это минус Стэн Кинг, который никуда не уйдет. Ну, только разве что в таверну. Даблджем для Бенджаза. Да, Бенджаз уже викидсик. И у Тинкера, кстати, появился Дагон. Пока все идет довольно неплохо для команды Инфеймос. Видим у Лайфстилера Дезолятор, Сабли, Армлет, Фейзы и 1900 золота сверху. Несмотря на то, что он очень много времени пробыл в Сент Кинге, фарм у него весьма неплохой. Да, и, собственно, и фрагов много сделал уже Бенджаз. И вышку сейчас заберут. И это еще плюс деньги для команды Инфеймос. Да, и 3200 золота сверху Сент Кинга. Помимо Дагера и Форстафа. Ты знаешь, Инфеймос тут начинают набирать обороты. Как бы FDL не поплатились за это. Да потому что уже у Лайфстилера, например, и Тинкера по... Лол, лол. Одну тычку сейчас делает К19 по Тауру, забирает его и, собственно, уходит с телепорта. Неплохо сыграно. Хороший, хороший мув. Так вот, я все про Разора несчастно, потому что у него 6900 золота у Лайфстилера и у Тинкера по 11 и 12 тысяч. Да, у Сент Кинга даже больше денег, чем у Разора. Разор у нас занимает сейчас шестую строчку сверху по Нетворстам. Но, честно говоря, я не вижу возможности для этого Разора как-то камбэкнуться в игру. Разве что его команда навяжет хороший тимфайт и он при этом выживет. Ему очень тяжело вообще, в принципе, камбэкаться в игру, потому что это не тот персонаж. Да, да, нет у Разора камбэк-механики в плане убийства крипов. То есть он убивает крипов не так хорошо, как хотелось бы. Так, и что дальше? Вот Акс. Нужны от него врывы, но, опять же, и Сларк страдает от магического прокаста, и Блокимбары нужны. Много чего нужно ребятам из команды FDL, чтобы пойти как-то... Чтобы они хотя бы были в состоянии драться с командой Infamous. Появляется Аганим у Сент-Кинга, очень опасный. Сейчас становится не K-90, но он же Кинг-Тека. Так, ну... И, кстати, обрати внимание на Сайленсера. Сайленсер замаксил себе курсу. Как тебе такая раскачка? Ну, на саппорт Сайленсера, я думаю, вполне оправданно. Он не может особо бить с руки, соответственно, Glaves of Wisdom нет смысла ему качать. Ну, третий спаль уже у него тоже есть, правильно? Ну, да, у него там, по-моему, 4-2-2 было, плюс ультимейт. Ну, не понимаю я в таком случае выбор Сайленсера. Ну, я согласен с курсой, но не согласен с Glaves of Wisdom. Все-таки бесполезный для него скилл. Так, ну и ребята из FDL немного побили Тауэр, Т2 на топе, и отходят у Акса, появляется Блокимбар. И, кстати, смотри, Сэнд Кинг фармит. Да, да, Лайфстиллер сидит в Сэнд Кинге. Непонятное решение. А может это байт профессиональный? На крипов ты имеешь в виду? Ну, в смысле, чтобы крипы набросились на Сэнд Кинга. Я к тому, что ни одного персонажа нет. Команды FDL в лесу Дайр. И непонятно, на кого байтит. Так я к этому говорю. Их вообще не видно на карте, потому что сейчас там, где есть варды у Инфеймоус, они не видели ребят из команды FDL. Соответственно, Сэнд Кинг думает. А вдруг они идут нас как бы... Да, смоук от FDL, но, скорее всего, сейчас встретит Сэнд Кинга. Ну, и Сэнд Кинг, подкопая, пожалуйста, варлока. Да, варлока должны стереть. До голема. И причем толком биса не успел украсть демиджа у Банджаза. Потому что сразу закончилось действие стати Клинка. Ну и опять... Мефест, да. Блин, классно, классно действует у нас два игрока команды Инфеймоус. Тут, кстати, Сларка подстанили. 747-й, возможно, встрянет. Но нет, нужен Вижн, нужен Вижн. Все-таки, да, К-19 копает. Отличный ультимейт, глобал сайленс, ну и даблкил для Банджаза. Он уже Байонт Годлайк. Но здесь довольно уверены, пока действует Инфеймоус. А, в свою очередь, FDL как-то растерялись. Их довольно жестко прессуют по карте. Да, и Тинкер покупает себе догон. Не стал делать какие-то агонимы там всевозможные. Именно вот сразу в бёрст идёт. Ну да, ну это довольно... Ну не то чтобы дефолтный, да. Но всем известный билд. Тут как бы ничего придумывать не надо. Просто даёшь лазер, ракету, догон, реармишь. Собственно, повторяешь это до тех пор, пока вражеские герои не умирают. Да, и вообще как-то один, и все не поумирают. И посмотри, опять встречается со Стенкингом. Но нет, только сейчас его заметил. Но он может себе позволить. Ох! Что? Да? Не увидел в деревьях? Да, да я так понял, что нет. Иначе, я думаю, что побежал бы в обратную сторону К-19. Да, и ничем толком не закончился выход от команды. ФДЛ, потому что они потратили Голема. Один из важнейших ультимейтов на Варлоке на данный момент. Также ультимейт на Разори потрачен, Рики. Но они-то быстро откатятся. А вот на Варлоке не совсем. И это проблема сейчас для ФДЛ. Потому что сейчас кулдауны на ультимейты у Infamous сходят. Сойдёт кулдаун ультимейта до Кунки. У Лайфстилера уже есть Инфест. Единственное то, что Глобал потрачен тоже. Кстати, а как тебе вот Сайленсер, как Контра Варлоку? По-моему, неплохо. Да, действительно, неплохо. Да и ультимейт от Сен Кинга. Отличный врыв. Блин, К-19 очень радует в этой игре. Очень грамотно он сейчас выждал, пока пройдёт Дарк Пакт у Сларка. Кстати, Акс также должен погибать в этом эпизоде. Да, он получил Глобал, правда ошибается с Торантем Кунка, но всё равно Акс погибает. И Нарики после того, как он выйдет с Триксов Зе Трейд, тоже погибнет. Минус 3 от Infamous. Ну, избивают, избивают перуанцы своих оппонентов. Да, пока ничем не могут ответить им ФДЛ. Всё-таки пик у Infamous очень хорошо построен, на мой взгляд. Ну, и Бен Джаз, который заходит... Ну, и исполнение тоже не отстаёт. Ну, перуанцы тоже хотят. Я на самом деле, вот, я порадуюсь, если какая-то из этих команд пройдёт на мейджор. Пока что, конечно, ФДЛ не радует своим исполнением. Но вот, если действительно это случится, если случится там чудо какое-то, да, возможно, и у нас фавориты... Кто-то из фаворитов, это либо Complexity, либо NP, я имею в виду, Американского региона останется позади. То тогда это будет очень интересно. Я тут с тобой полностью солидарен. Мне хотелось бы посмотреть на Infamous, на мейджор. Даже не то, что... Я уверен, что они далеко не пройдут, если попадут на мейджор. Но в любом случае для них это будет полезный опыт. Это даст толчок к развитию, опять же, перуанской доты. И это всегда хорошо. А Бисал есть у лайфстилера. Здесь прилетает Катара и моментально наказывает Бису. Я думаю, что парни заслужили попасть на мейджор. С учётом того, что у них в основном игроки не особо известны. Играют они весьма и весьма неплохо. Особенно в этой игре они радуют глаз. Да. Не, ну вот и Бен Джаз, и Катара тоже. Там есть ещё один перуанский игрок, не в команде Infamous. Вот, я помню, это Атун. Был такой на франксфордском мейджоре он выступал, кажется. На франксфордском. Боже, я уже тоже начинаю. Я смотрю, сначала Даша поплавила, теперь ещё и нас немного начинает. Но это ночь, дорогие друзья. И всё. Ну, ничего страшного. Да, пушат у нас игроки команды Infamous Т2 Tower на топе. Лайфстиллер должен уже его заб... А, нет. Он отходит. Ну, пока да. Вообще, Бен Джаз может не бояться, потому что всегда есть на Врэйбе Сэн Кинг. Да, даже не только Сэн Кинг. Уже все пять персонажей команды Infamous находятся рядом. И вот инфестбомба. И вот инфестбомба. Сэн Кинг Тэка. Ну, пока что с крипами. Пытается драться. А вот выход. Выход от 747-го в Shadow Blade. И... Видят ли? Да я не знаю, зачем это делать с 747-й. Есть Global. Причём Сэн Кинг выкапывается очень далеко. Роняет Абисал на голову Аксу. Акс находится под фокусом. И умирает уже Варлок. Тинкер его шотнул моментально. Сэн Кинг пока что живёт на Алоу ХП. И Абисал пытается как-то высасывать дэмэдж из лайфстилера. Тинкер просто пощёлкал всех догоном. Последний остался Абисал. Очень много дэмэджа он по итогу высосал из Бенджаза. Причём у Белисан Кинга. Да, аж 224. Но смотри, Бенджаз вообще ничего не стесняет. А там, да, там дэмэдж, который залетает с Баши. Потому что у Бенджаза есть Абисал. И вот помнишь, после того, как Абисал, ну не сказать, что его понерфили, его просто изменили. Ему порезали дэмэдж, который он даёт именно вот как... Он давал за счёт Сакрит Релика, да? Да, да, да. Там было, по-моему, порядка 100 дэмэджа. 100 дэмэджа действительно было. Это очень много. Вот. И ему сделали всего-навсего сейчас 10 дэмэджа. Зато дэмэдж с Башей вылетает сколько там? Ну больше сотки тоже. Да, там не 10, правда, а 30, если не ошибаешься. Тинкер добивает Варлока, но в то же время пофидил здесь немного Рекимару. 30 или 10, в общем, без разницы. Но всё равно факт остаётся фактом. Бенджаз, у него было минус 224. Он дрался и за счёт башей, за счёт дэмэджа, который наносится с Башей, убил Рейзера. Это круто. Да, да не только с этого. Собственно, у него физ даёт бонусный урон. И мне почему-то кажется, что у Лайстилера уже больше, чем 224 урона. То есть даже тот небольшой дэмэдж, который он наносил по Розору, всё равно играл большую роль. Да, пока что вылетает у нас Кунка. Возможно, в Перу проблемы с интернетом. Ну, такое бывает. Ну, будем надеяться, что Кунку не дудосит. Просто у него там что-то залагало. И в скором времени он переподключится. Ну и как думаешь, всё-таки смогут ли дожать инфеймы своих врагов? Да, думаю, да. Потому что уже слишком большой перевес. Сейчас, кстати, можно открыть графики в перерыве, пока у нас стоит пауза. Да, ну и, наверное, хотелось бы посмотреть всё-таки на Нетворсы. Ну, у нас есть GameStats ещё. Интересная колонка. Да. Которую можно использовать для получения дополнительной информации по игре. Да, собственно, на Нетворсы мы видим 20 тысяч у Найкса, 18 у Тинкера. И ближайший к ним персонаж — это Сларк, у которого 13 тысяч золота. Ну, слишком сильный перевес. У Infamous, я думаю, они могут даже здание не ломать, где-то вайпнуть лишний раз команду FDL. И потом уже подобивать оставшихся героев без байбеков. И уже тогда ребята из FDL напишут KG на этой карте. Но не стоит забывать то, что ещё одна карта как минимум остаётся. Потому что это серия Best of 3. Ну, это уже сетка проигравших. Это уже игра на вылет. И проигравший в этой серии уже не попадает на Boston Magic. В сетку проигравших-проигравших, то есть вылетает. Да. Это сетка самых проигравших. Да, да. Вот он, кстати, курса. Блин, прошу обратить ваше внимание на Бису, который играет на керри позиции в команде FDL. И, собственно, имеет 9 тысяч нутворса. Это грустно, что ли. Ну, да. И купил он себе какие-то странные артефакты. Сначала он купил себе, мы помним, барабаны, которые вообще нафиг ему не нужны, честно говоря. После этого он купил себе пайп. Хотя, опять же, ну, не, пайп в принципе неплох. Против Сент Кинга, против Тинкера. Но его мог собрать и Акс, который имел очень много денег. Да, да. То есть единственный нормальный артефакт, который я вижу у Разор, это Драгон Лэнс. Причем который он должен был покупать себе первым артефактом. Более-менее нормальным. То есть изначально я понимаю, что у него все шло не очень гладко. Но в любом случае, мне кажется, что лучше бы он купил себе, ну, вот так. Квилу, Стики, ПТ, чтобы хоть как-то укрепиться на ранней стадии игры. После этого бы купил бы Драгон Лэнс. И впоследствии, естественно, БКБ, которые тоже необходимы, я считаю, против пика команды Инфеймос. Да, пока что не спешит у нас возвращаться в игру с Тингером. Ну, кстати, вот самое главное, чтобы не повторилась ситуация на квалификациях к Манила Мейджору. И, кстати, там тоже была команда FDL. Причем FDL тогда выиграли открытые квалификации, как и команда Драгнил. И, представляешь, обе команды попали в плей-офф. Ты тогда тоже был, вот, не знаю, правда, на этих матчах или нет. Матчи не наблюдал, но вообще помню то, что именно эти команды были. Да, ситуация была такова, что команда Драгнил из-за того, что у одного человека, который живет в США, в Америке, в 2016 году отключился интернет. И он не смог найти себе способов, как бы, чтобы поиграть. Возможно, у друга, соседа, брата, компьютерный клуб, я не знаю, позвонить провайдеру, там все размотать. А, да, я вспомнил. Я вспомнил эту ситуацию, и они, собственно, сдались. Да, причем это было в начале первой карты плей-оффа, и ребята пишут то, что они фарфейтят. Они говорят, а вы первую карту только фарфейт, может быть, подождете? Они говорят, да нет, мы фарфейтим всю серию. То есть команда, которая прошла через вот эти вот 1024 круга ада, через открытые квалификации, попала в плей-офф Америки. И вот так вот просто сдается, причем на первых же минутах первой карты. И, ну, как-то, не знаю, мне тогда просто не по себе стало. Бафик вообще пригорел с этого, мы комментировали тогда эти матчи. Да, да, я помню. Мне кажется, что они просто хотели себе доказать. Ну, я имею в виду, что они хотели, допустим, пройти эти открытые квалификации, и для них, собственно, это и было целью. Ну, другого объяснения я не вижу, иначе зачем бы они стали сдаваться? Действительно, им стоило бы зацепиться за этот шанс. Типа, давайте пройдем опенквала, посмотрим, можем ли мы вообще что-то на мейджоре. Потом прошли опенквала, попали в плей-офф. А, ну все, понятное дело, что мы там всех бы и так развалили. На мажоре тоже первое место, дальше можно не идти. Ну, вроде того. Возвращается у нас стингер. Игра продолжается. Счет 17-27. 36-я минута игры. Ну, и Infamous, мне кажется, стоит сейчас забрать Рошана. Все-таки у Лайфстилера очень большой стрик. Ну, кстати, К-19 уже с Лайфстилером внутри. Уже идет Вавровский лес. Ну, не прекращает, но тут его подловил Акс, по-моему, зря. Ну да, мне кажется, ошибается в этом моменте MJW. Хотя не смог ничего Бенжас ему сделать. Уходит спокойненько Акс. Ну, Бенжаса Форстафф, это еще и Сент-Кинг. С Тингер делает тэп-аут самонадеянно очень. И погибает. Да, вот такой вот ответ от команды FGL. Ну, я, честно говоря, думал, что это уже все, это конечная остановка для... Ну, Тинкер, Тинкер был мертвый просто, и... Ну, были в меньшинстве там Infamous. Не стали они тоже рисковать. Все-таки Лайфстилер сейчас, если погибнет, то могут быть проблемы. Если Сларк заберет, к примеру, Стрик, при этом окажется там парочка его тиммейтов неподалеку, мне кажется, что даже за одного Лайфстилера могут получить FGL порядка 3-х или 4-х тысяч золота. Да, причем Биса покупает себе Хьюрикен Пайп. Ну, пока что еще не полностью покупает, но... Ой, а... На Рикимару, здорово. Просто решил ударить по Сент-Кингу, умирает с 4-х ударов от Лайфстилера. Нападение на Бенджаза, Бенджаз. Ну, слушай, тут вот с Аксом можно уже как-то развлекаться, и падает голем на голову Сент-Кингу и его команде. Уже почти умер у нас товарищ СК, и Кингтека пытается уйти, но не уходит отсюда. Это минус Сент-Кинг, и выбивают гем, ребята, из команды FGL. Тинкер дает догону, который почти не остается маны, и нужно как-то идти восполнять ману на фонтан, и потом уже прилетать с Треволов, но разменялись только саппортами 4-й позиции. А, нет, Сент-Кинг это у нас даже оффлейнер. Оффлейнер на саппорт от 4-й позиции. Ну, размен явно в плюс для команды FGL все-таки. Они у нас здесь в роли догоняющих. Тем временем пика появилась у нас у Биса. Ну, хоть какой-то артефакт. Ему сейчас они нужны кровь из носу. Не знаю, как он себя вообще будет дальше по игре чувствовать, потому что пока все крайне печально. Да, но вот прекратили свою давку. Ну, ребята из команды Infamous. Ну, допустили пару ошибок. Не сказал бы, что суперсерьезных, но в любом случае неприятно, когда у тебя умирает сначала Тинкер, потом Ска довольно... довольно богатые персонажи команды Infamous. Бенжас очень хочет убить Рошана. Нападение, кстати, от Акса на Кунку. Блин, Стингер тут в очередной раз погибает. Правда, Акс погибает следом. 747-й будут его чизить. После Shadow Dance уже никуда не уйдет Сларк. И это минус 747-й. Имеется ли у него выкуп? Ну, здесь, правда, есть еще два... Да, у Сларка есть байбэк, но в любом случае, даже если его разведут на этот самый байбэк, он потеряет очень большое количество золота. И, собственно, если в следующий раз Сларк погибнет, то уже смело можно писать good game команде FDL. Да, правда, стоит еще вышка Т2 внизу, которую тоже стоило бы команде Infamous забрать. Причем она фуловая. Ну, блин, сейчас Бенжас на самом деле очень быстро разбирается с пушками. У него есть дезолятор Кераса. Это значит, что он понижает броню зданий аж на 12. Что есть довольно много. Да, очень сильно Бенжас. Пробивает Товара, да. Собственно, заходит на хайграунд своему оппоненту. Просто посмотри, что творится с этой вышкой. И приходится нажимать глип фортификации. Тут, тем временем, пытаются сплетить Биса. Но, во-первых, там стоит Т2. Во-вторых, Эрозор такой себе сплетпушер. Да, не, одно дело, если у него аганим рефреш, он сплетпушить может весьма и весьма неплохо. Не понимаю, почему Сларк не делает байбэк. Просто теряют, теряют милишный барак на нижней линии игроки команды FDL. Да, и сейчас можно попытаться в смолке сделать вид, что отошли ребята из Infamous. И, в принципе, так и происходит. Там полетит еще Тингер, куда-то отпушит, потом прилетит сюда, конечно же. А здесь ребята из команды Infamous будут планировать нападение. Вместе с Кинтекой пошел раскастовываться. Это эпицентр, подкоп на 747-го, есть Global Silence, но не совсем вовремя. Там Сларк успел прожать Shadow Dance. Ну, он просто успел, он даже не успел. Он нажал Dark Park для того, чтобы пофармить крипов, и именно в этот момент Сент-Кинг запрыгнул. Да, неудачное истечение обстоятельств для команды Infamous, но в любом случае они потеряли здесь немного. Да, конечно, потратили два ультимейта Сент-Кинга и Саленсера. Но это не критично, это не критично для них в этой ситуации. Да, действительно, Рошана стоит забирать, поскольку Бенджас сейчас его убивает просто за считанные секунды. Да, и нижняя линия уже пушата. Аегис хотелось бы, наверное, забрать Тинкеру все-таки. Тинкера сейчас очень мощная боевая единица. Лайфстилеру этот Аегис не особо нужен. Кстати, нападение у нас от Акса на Кунку. Я слышал Агр. Акс, блин, очень быстро умирает герой. Абиса погибает. Также погибает у нас и Рикимару. Раздор погибает. Ну да, собственно, Тимвайп, скорее всего. Ой, какой подкоп у нас сейчас был хороший. Да Тинкер всех пощелкает с догонов. Это уже минус 4. ГГ пишет Стэн Кинг. И ребята из команды Infamous перуанцы берут первую карту данного противостояния. В общем, неплохо отыграли. Да, я тебе даже больше скажу. Они отыграли просто замечательно. Вот эти инфесты, я, честно говоря, не могу даже сосчитать, сколько инфестов было за игру. И смоуков. Да, ну, смоки все-таки ограничены, а инфестов, я не знаю, ну штук 20 точно мы видели, наверное. И почти все они были реализованы. Видим 16-1-9 у Бенджаза. И также К-19 имеет стат 5-3-19. Очень хорошая синергия между Стэн Кингом и Лайфстиллером. Ну и, собственно, Infamous выходит победителями. Да, ну что ж, напоминаем вам, что это еще не конец. Еще есть, как минимум, одна карта этого Best of 3 противостояния. Поэтому посмотрим, смогут ли на второй карте отыграться у нас команда Friendship Dedication Love. Или же перуанцы победят 2-0. Поэтому можно передать слово нашей замечательной студии аналитики для разбора данного матча. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Е-гейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай, экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГБ-кос. Ты точно знаешь, кто победит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова